Ну шо, мои телепузики, мои сахарные заводы, коллога-бандиты, жилетовские мои любимые подписчики. Шо, пожрём на камеру, обед? А что делать? Вся жизнь у меня такая. Ну а шо, я пенсионерка, я дома сижу. Ой, ты моя красотка. Ну а шо мне делать, дети? У меня шо, цыгане бегают. Так, меня только смотрят жирные и толстые, худые, и кто на диете, меня не смотрим. У меня вся еда, что у меня есть холодильненькие, то я и ем. Да, мне не жирно, вам не знаю, ребят. Хватит жить как попало, будем как придётся. Ребят, суп же первое всё равно же горячее надо, ну как с детства приучены, надо есть. Я не знаю, ребят, когда я ему картофельный суп доем. Вот чуть-чуть себе налила, там, наверное, вылью я собакам, собакам. Не знаю, посмотрю, я жалко выкид, мясо я доела, здесь две ляшки были. Вот я сейчас растолку, вот суп чуть-чуть налила. Туда майонезу сейчас бахну. Сейчас майонезу. Ах ты падла. Где-то этот ходил, а на низ ходил. В окна мои смотрел. Сейчас. Так, соль моя любимая. Вода попить. Только что уходил. Падла. А на низ. Так, сало нарезала. Хлеб отрубной. Капуста квашеная. И помидорчик один туда нарезала свеженький. Сейчас не могу найти. Картошку отварную сварила. Еда вот эта у меня чудо. Да. Мне не зельно. Только что уходил здесь. Как я соскучилась по них. По этих анонистов. Я так привыкла к ним, когда они около моего окна ходят. И в окно мне смотрят. Вот будут они смотреть в окно? А, нет. Я вот клянусь, девки. Я поставлю видос. Ой, включу камеру. Вот так расстегнусь и покажу груди свои. Шестой размер. Клянусь, девки. Как он только будет ходить здесь. Смотрите, он ходит прямо туда и сюда. И мои в окна смотрят. Вот честно. Я поставлю камеру и вот так вот сделаю. Пускай, пускай ему плохо станет. Пускай корвалол в рот берет. Хоть что я. Вот только что уходил. Может туда пошел? Сейчас посмотрим. Заебись суп. Чем дольше стоит, он с майонезом. Угу. Сейчас подруга звонила, она тоже заболела. И насморк, и все, и горло. Цветок у меня вообще хороший. Вы не заметили, вы даже не пишите. Ольга Валин в том видео сняла, что на подоконнике один цветок и эти вот два, которые я отдам. Вы не спросили, вы говорили, где ваши цветы с подоконника? Где, где? У кошки в жопе. В караванде. Угу. Семь часов приходите, у меня день рождения сегодня. Надо с собой смешно. У меня почки, девчонки. Сравно вялость есть. Простамол пью. Ну, вот уже деды сидят, карты режутся. Сколько времени там? Сейчас посмотрю, сколько времени. 14.45. Московского сидят, режутся. Молодец, пенсионеры. Мне надо к ним присоединиться. Девке жарко дома. Окно открыть. Ой, не окно, а дверь. Ну, готовишь? Я это, про сало забыла. Ну, сало с первым. Вообще вкусно. Сало с первым. Ой, забыла сказать. Диму нашего, этого, калужского, мёртвого нашли. Мне сейчас в группу кинула подписчица. Ну, на нас в группе Возгодь нашли. Пошла в YouTube нашли. Я так и сказала. И нашли в том месте, где он, его проходили. Ну, там, где он живёт. Ну, телефон, последняя запись, как говорится, нашли. И там же искали его. Автоиста мне мог найти. Полиция нашла во враге его. Угу. А я и говорила. Он живёт там, где мой брат. И брат мой тоже так же получится с ним. Кто-нибудь. Ну, мой брат иногда. Редко, но метко. Бухнёт. Я вчера матери звонила. Она говорит, я не стала Полинке звать. Да не звони ты ей. Она тебе звонит, эта Полинка. Когда деньги есть, у него она его принимает. Ну, он строитель. А когда денег нету, она его выгоняет. Она правильно делает. А нахер мужик нужен, который бухает. У него тут такая судьба будет. 44 года. Ну, хотел выпить дома, выпей. Ну, хотел там с друзьями. Не хочет с семьёй, с женой. Ну, с другом. Выпей. Пригласи его. Стол накройте, выпейте. А день в день хорошенько выпейте. Нажритесь. И хватит. А что ты, надо по месяцам пить. Я даже не заступаюсь за него. Пускай. Мать, ты сейчас Полинке пожарил. Зачем тебе надо? Тебе Полинка звонит. Звонит Полинка? Мне лично всё равно, что с ним случилось. Вы клянусь, девки. Я что, мамочка, что ли? Ну, и что, что я старшая сестра? Я свою голову не воткну ему. Мне хочет 21 век. Надо жить нормально. Ну, а что, не так, что ли? 21 век. В 44 года у людей уже и квартиры, и дома, и дерево посажено, и машина 125 штук. А у него что? Ничего нету за душой. Он моему сыну ни конфетки, ни шоколадку. Мой сын не нуждается ни в чём. А этот, наверное, нуждается. Непутёвый. Такая же судьба будет. И вот написано уже в ЭК, в новостях уже. Ютуб весь там валит. Ютуб весь валит. Мелкий блогер, и это Калуга. Честно хочу сказать, мне не жалко таких людей непутёвых. Непутёвый. Ну, давайте так вот рассудим. Вот там какая-то баба с деревней, где он оттуда, там, брат ещё есть. Ну, если у вас нет никого, там, родители умерли. Собирай свои шмотки, ехай в Калугу, устраивайся на завод, снимай комнату. Может, заботу что-то даст, как детдом, эскелектон, я даже не знаю. Заботки, комнату. Ну, не сможешь, работай комнату, снимай и работай. Правильно? Я так считаю. А если, извините, человек с детства вёл такой образ жизни, ну, как, не с детства, как сказать, но с подросткового такой образ жизни вёл, извините, извините меня, мне таких людей не жалко. Мне не жалко, если бы человек был бы, работал там, образ жизни вёл нормально. А вон, извините, его одевали подписчики. Мне много, я хочу сказать, много людей, которые из деревень приехали в город, сейчас второй буду, и работают, и снимают общежитие, и всё, и покупают в этом возрасте. Ну, что это возраст, у него ни черта нет за душой. Это такой образ жизни он вёл. А кто виноват? Кто? Это никто не виноват, нет. Никто не виноват, сам виноват. Что в таком возрасте, образ жизни вести? Много людей, ну, а что бы ни со мной не согласна, много людей, которые из детдома, из детдома родители умели раны. А что, много таких людей, которые нормальные, из семьи, и женятся, и работают, и дерево сажают, и дети, и квартиры, и машины, всё. Девочки, сейчас вы меня не убедите, 21 век. Всё зависит от человека. А как ты будешь образ жизни вести? Понятно? Понятно? Девочки, так, быстро. Отлично. Ой. Прекрас river. вот так мы вкусно картошка и салат я хочу тебе сказать я хочу так бог меня простить и такие слова я хочу сказать тебя мы вам помогли что это таня в какой-то деревне это из пердищего калузской области и он тоже из пердищего деревни калузской области тебя взял блогер мы там и вас одели комнату вам подписчики вас одевают корме но вы хоть подумали бы бегом побежали бы на работу устроились ой нам помогают и правда блогеры помогают я не знаю только то что хочу сказать ну и ты такой крупный блогер калуги у нас очень много семей которым многодетным да лучше им помогите чем таким которые они не путевые ну что это таня дала вам в общество твоему блогеру конечно я понимаю ты делаешь контент контент ну я считаю в калуге очень много очень много дедомовский возьмите их нормальных я считаю это ненормально вам никто награды за это не даст я понимаю вы подписан контент делаете а вы сделаете контент который в нормальных людей возьмите много дедомовских у нас много дедомовских у нас многодетную семью возьмите правильно девки кто не согласен не знаю я лично так рассуждаю заебись картошка я хочу сказать на любом человеке можно контент сделать как они делали поиски искали не могли найти в овраге рядом где они делали а здесь полиция нашла его вот такие люди которые образ жизни неправильно вели себя впереди чего в деревне с них ничего из ста процентов один человек будет нормальная а эти как говорится сколько волка не кормить равно он в лес смотрит я всегда так говорю если он не понял если там пишут люди много это не первый раз он и замечали что он сено курил мне таких людей не жалко меня бог прости я тоже сына одна растила одна не алименты у него тоже папа есть не алименты ничего а сейчас папочка для него самый лучший он ему не помогал в жизни ничего папочка его его растила хорошо ему папочка ничего жизни не дал ни чего зашибись картошка вкусная девка картошку вот эту желтую я брала удовольствием магазин и знаете мне кажется это деревья своя их нет вы знаете какая она кожа мне кажется это своя у них кожа такая фиолитовая или красная очень вкусная я люблю такую я тоже когда жила у сожжителя тоже такую сожжила хороший готов хоть у каждого человека свое мнение у меня свое мнение не убеждайте меня я сама калужская меня все знают нашу семью все знают я с малинников закончила школу один училище 36 торгового кулинарного меня все знают наша фамилия хоть убейте я буду на своем мнении каждый любой блогер может сделать контент на хорошем человеке можно хотя бы возьмите детдомовского и многодетную семью возьмите на поруки многодетную семью а это эти люди я хочу сказать они из пердищего маугли они когда они никогда ничего не видели человек сам себе жизнь строит я вам еще раз хочу сказать пол страны дедомовских они почему-то смеят и Ольга Валерьевна зато ты охуительная баба а пол страны пол страны из дедома и какие-то нечастные семьи все равно хоть убейте есть и 100 процентов там не исправляются бухают и сено нюхают или жуют а есть ребята которые извините мне много примеров провести я не хочу их они работают они одеваются а зачем им баба нужна они боятся у них и квартира есть у меня такие много которые сказать про них хорошее и не одна машина поменяли и работают и одеваются и ходят в кафе кальян там курят как его называют есть а есть извините такие ребята которые непутевые да моя девка все поела не хочу больше это в холодильник уберу мне его не жалко мне не жалко девки вот честно тебя люди взяли тебя вас взяли люди блогер взял тебя отмыл в белизне или в хлорке ладно одно и то же отмыли тебя нашли это невесту тебе жену такую же тепленькую как и он свадьбу вам сыграли ну вы как-то надо уважение подписчики блогера ну понимаю блогер за это зарплату получает ютюбский контент делает люди тоже помогают ну что не помогают помогают кинают кидают донаты и донаты неплохие вас одевают кормят и это комнаты наверное сняли они для них ну а что не так что ли ребят это вы думаете блогеры их одевают это их одевали и кормили их не подписчики донаты кидали ну что здесь говорить я не знаю что дальше с этой Таней но я просто хочу сказать в Калуге очень много и детдомовских и многодетных и неблагополучные семьи на них тоже можно контент сделать очень хороший и люди будут наоборот а вот таких как вот они в деревень вот они в деревне в деревнях таких как они до хрена кто хотел давно уехал из деревни стали люди 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 да люди я так хочу сказать а это я понимаю земля ему пухом царство небесное ну мне я сразу свое мнение сказала каждый человек свое мнение говорит земля ему пухом правильно ладно давайте дети мои дети и у нас жилетовских здесь много таких вот непутевые ой ладно все ребят пообедала все в 7 часов приходите ко мне на эфир ладно на 3 татушечки ну что-то задумалась я сейчас про это пускай канал процветает Васин осенне ну я просто мое мнение это мое в Калуге у нас и в Калужской области таких деревень где живут ебобо можно в Калуге найти очень много кому помощи есть есть много людей помощи кому нужно ну а что ну если вы хотите то мне помогите да я конечно шучу я сама себе помогаю работаю вот и я вот так говорю ладно в 7 часов приходите все на музыку я просто мол пью ну мне хорошо вот это все низ живота умеет чуть-чуть болеть но слабость тоже чуть-чуть слабость ладно все давайте хватит мангеть приходите в 7 часов ух ух Продолжение следует...